На несколько дней улица Социалистическая превратилась в музей ручных работ под открытым небом. Мастера по дереву, керамике и даже черепам. Всех этих разных, но безусловно талантливых людей собрал город мастеров. Добрый день у нашу хату. У нашей хати сегодня веселье богато. Разнообразие работ просто впечатляло. Мы прошлись по социалке и узнали, чем удивили бобручанных гостей города умельцы народного творчества. Все разные авторские работы, индивидуальные. То есть это не то, что горшки, они все одинаковые, согласитесь. Ну, может быть, там различия. А здесь на каждую работу своя композиция вырабатывается и свое видение. Ну, вот новинка, например, с детскими скелетиками керамика ручной работы. Это совсем новинка. Мы, как правило, пытаемся найти альтернативу. Мы как-то были первопроходцами, в принципе, в Минске, когда мы долго искали что-то уникальное, новое, оригинальное, но ничего не было. Мы решили, что, коль нету, возглавь и сам создай. Авторские работы, они более тщательно выписаны, ну, видно по рисунку. Театральные площадки, фотозоны и народные танцы. Любой желающий мог найти развлечение по душе. Под ясным небом были слышны и казачьи распевы. От вольных песен хотелось пуститься в пляс. Рыцарские доспехи, солдаты Великого княжества Литовского, рекруты Российской империи. Совершить променад в прошлое можно было в сквере городского театра. А для маленьких гостей фестиваля были организованы детские площадки и творческие мастерские. Максим Кембель, Иван Барвой, Бобруськ, 360.